Проект выходит при поддержке школы бизнеса «Диполь». Телеканал «ТВ-центр Саратов» и дневной клуб «Дружба» представляют проект «Летняя школа». Дисциплина, литература, лектор Оксана Стрижак. Тема лекции – сказки Салтыкова-Щедрина. Зовут меня Оксана Викторовна. Я работаю в физико-техническом лицее номер один. Преподаю там уже много-много-много лет русский язык и литературу. Про то, что много лет преподаю, может свидетельствовать вот этот факт, потому что это выпускница 99-го иерограмма. Да, моя ученица. Но давайте мы с вами попробуем сегодня поговорить вот о том предмете, который нам определило расписание летней школы. Предмет, который называется «Литература». И я думаю, что ни для кого не секрет, то, что в принципе в школе до сих пор идутся споры о том, нужна ли литература в сетке школьных часов или можно обойтись. Потому что физика необходима. Если бы не было физики, мы бы не знали, почему яблоко упало на голову Ньютона. Физика просто очень значима. Химия тоже безумно значимый предмет, потому что мы знаем, как что вот тут образуется, почему здесь вот жидкость такого коричневого цвета и так далее. Какая польза от литературы? Читать мы научились с вами давным-давно. На совсем других уроках это были уроки чтения. А литература зачем нужна? Может, долой ее? Открыл книжку, почитал в свое удовольствие, тихо, дома, спокойно, на диване, за телевизором. Ну, как угодно, пожалуйста. Но литература зачем? Нужна? Зачем? Опыт других людей, которым читатели учатся как-то вести себя и размышляют так же, как герои. То есть вселяют в этот мир, в эту глубину, в эту какого-то книжного мира и познают о будущем, как новое для себя. То есть не только эмпирически, не только «яблоко упало и осенило», но еще и… Совершенно. Хорошо, такое воспитание. Эмоциональное, философское воспитание, да, конечно же. И я думаю, что все согласны с этой точкой зрения, да, потому что действительно это способ познакомиться с миром. И замечательный способ. И мы всегда преклоняемся перед теми людьми, которые дают нам такую возможность. Тут сегодняшний мой выбор, выбор человека перед чьим талантом и мировоззрением, конечно же, я преклоняюсь. Я думаю, что никого не удивил, да, потому что книжка, которую я выбрала для сегодняшнего занятия, она очень подходит нам. Это сказки для детей изрядного возраста. Как мы понимаем, что такое изрядный возраст? Это мы. Это какие такие мы? Уже изрядные. Ты говоришь, Сэн, про возраст именно в количестве лет. Ага, то есть возраст может быть разным, да, как хотите, так и понимаете. Я думаю... Изрядного, вон, выходящего. Выходящего. Хорошо, спасибо. Изрядного, изрядного. Спасибо за это замечание, да, конечно же, изрядного возраста. Итак, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Имя знакомо всем? Более-менее. Более-менее. Ага, отчество Евграфович Салтыков-Щедрин. Кстати, тоже можно подумать, что имя, что фамилия. Простите, что имя, что псевдоним или все вместе фамилия. Нет? Не помним? Ни то, ни другое. Ни то, ни другое. Нет, что-то одно там есть, настоящее. Наверное, Салтыков-Щедрин – это уже псевдоним. Хорошо. Вот почувствовали, да, такие моменты, что нужно было когда-то что-то себе присоединить, чтобы в рамках непростого, как казалось тогда, XIX века, существовать. Но об этой фигуре мы еще скажем сегодня. Мне хотелось бы начать сразу с этого предмета, который определен. Сказки для детей изрядного возраста. Для чего пишутся сказки? Для чего? Для детей. А, для кого? Тогда для кого? Мы определили уже, что в данном случае, кто – это дети изрядного возраста, достаточно взрослые. А для чего? Ну, в простой форме передать что-то сложное. Ну, что-то значимое. Хорошо. Скажите, пожалуйста, а что помогает это значимое сделать простым? Герои. Образы, герои. Чаще всего в сказках животные, персонажи. Хорошо. Так называемые маски, снять которые нам с вами сегодня предстоит. Но перед тем, как снять, я предлагаю вам попробовать их надеть, примерить на себя. Давайте попробуем поиграть в шляпы. Знаете такую игру? Ну да. Да. Готовы? Хорошо. Итак, конечно же, это непростые сказки. Это сказки какие? Давайте вспомним жанровое еще определение. Какие это сказочки? Волшебные или какие-то иные? Он для чего писал? Для того, чтобы развлекать народ? Радовать жизни? Поучительные. Хорошо. И поучал он, в принципе, высмеивая какие-то пороки. Сатирик. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, прежде всего, писатель-сатирик. Вот скажите, пожалуйста, какая задача стоит перед писателем-сатириком? Ну и перед сатирой вообще, в принципе. Изобретение. Изобретение, какие-нибудь какие-то иные рассказки, пороки. Обличать. Изобретение, да? Для того, чтобы обращать внимание. Ну вот первый ответ был здесь. Еще раз вас зовут? Юля. Еще раз? Юля. И вот здесь тоже был первый ответ, который убежал куда-то в сторону. Хорошо. Юля, пойдемте. Анна Анатольевна, пойдемте. Два героя у нас уже появились. Пойдемте. Играем шляпы. Вы становитесь ко мне спиной, а к народу лицами. Я на ваши головы торжественно надеваю волшебные короны. Просьба тех, кто сидит сейчас на уроке, не читать слух про себя. Пожалуйста, исключительно про себя. Правила, я надеюсь, мы с вами помним. Так. Ну что, начали. Итак, работаем следующим образом. Вот первый герой. Вот второй герой. Такой очень симпатичный. Так. Правила помним. Повернулись лицом друг к другу. Ага. Прочитали. Поняли, кто есть кто. Ваша задача, задавая поочередно друг другу вопросы, да, получить ответ на них и решить, кто же вы есть на самом деле. Помните, что ответ, вопрос должен звучать так, чтобы ответ получили только в форме «да» или «нет». Помним. Хорошо. Так, Юля, вы первая, начинайте. Я пушистая. Очень научно. Я самец. Ну да. Ваш вопрос. Я маленькая? Бывайте. Да или нет, вообще-то? Я не могу ответить на такую маленькую. Ну, относительно чего? Да, давайте так. Ну, меньше, там, 10, нет, 30 сантиметров. Нет, относительно человек, ладно, так, относительно человек меньше. Да. Хорошо. Я человек? Нет. Я животное? Наконец-то, правильный вопрос. Я животное? Ну и... Это же для вас. Широкий класс – да. Широкий класс – да. Я рыба. Нет. У меня большие уши. Я не человек, я самец. То есть, я не человек. Ты человек, я самец. Я не рыба, я заяц. Браво. Вы голосы с меня. Так, а теперь продолжаем. Юля должна довести до финала свою логику. Я волк? Нет. Я хитрая? Да. Ты не сам? Нет. Значит, я меньше, чем человек. Я хожу на 4-х? Нет. У меня большой хвост. Он есть. Он, в принципе, есть. Есть. Он маленький? Думаю, да. Посмотрим, какие бывают хвосты. Ты вообще не понимаешь, кто я? Хвост есть. Значит, хвост есть. Я хожу на 2-х лапах. Это бы я не говорила. А, я... Я лимфи... Я птица? Нет. Кто за счет? На 2-х лапах. Боже мой, как богат этот прекрасный мир животный. И разнообразен. Но мне кажется, что здесь, Юля, можно немножечко понять, что рамки... Да. И именно теми, скорее всего, которые были предложены для чтения к сегодняшнему занятию. Вот я получилась в роли вот того персонажа, который сейчас переданет, потому что у меня более... Больше такого опыта, который есть как сам витам, поэтому мне получилось лучше сориентироваться в вопрос. Вы играли в такую игру, Юль? Вот я сейчас... Играли. В этой роли вашего персонажа по отношению к вам. Запутали, Анна Анатольевна, не надо. Итак, вы поняли, что вы животное. Давайте помогать. Вы животное. У вас есть хвост. У вас нет рук-ног. У вас есть хвост. У вас есть хвост. У меня есть лапы. Вы злая. Ну, а почему вы решили, что у вас есть лапы? Ну, потому что я спросила, я хожу на двух? Я сказала, нет. Нет. Ну, значит, у меня же должно быть ничего. Вы не ходите вообще. Вы не ходите и не летаете. Что же вы делаете, Юля? Колобок я. Что же вы делаете, Юля? Вы не ходите и не летаете. Ползаю. Колобок. Колобок. Например, животное. А еще какие бывают животные? Вы злая. Злая. Злое животное, которое хвост с хвостом, которое не летает и не ходит. Нет, можно, пожалуйста. Зубастая. Хищница. Я не рыба. Да, рыба-рыба. Акула. У Салтыкова Щедрина есть именно такая сказка. Рыба. Ну что, поможем? Хищница, но поменьше. Наша, местная. Речная, волжская такая, зубастая, вкусная. Котлетки из нее хороши. Щупка. Браво. Наконец-то. Наконец-то. Вы знаете, я понимаю, Анна Анатольевна победила. Но мне кажется, что вот... Это неправда. Мне кажется, что мы должны сейчас дать Юле шанс эту игру закончить. А Анна Анатольевна садится, а Юля продолжает выступать и помнит, что вопросы лучше задавать так, чтобы ограничить круг своих персонажей. Помним, что мы работаем в рамках вот тех... Скольки произведений? Четырех. Четырех произведений, которые были к сегодняшнему дню предложены. Юля не смотрит, я ей на голову надеваю последнюю шляпу. Так, все? Юль, готова? Готова. Так, Юль, чуть-чуть приседите, пожалуйста. Я не удалась ростом. Так, смотрим. Зато, надеюсь, сообразительностью. Вот посмотрели, все прочитали. А вот теперь помним, что Юля работает с вами. Юля задает вопросы всем. Вы помогаете ей справиться с тем, чтобы узнать, какой такой волшебный персонаж перед нами стоит. Все, еще разок. Все, прочитали? Прочитали. Пожалуйста. Я животное? Нет. Я человек? Да. Я мужской школы? Да. Я хороший? Хороший. Хороший? Да, нет. Надо да или нет? Хороший, да. Я делаю что-то под руками, да, там. Да. Дружусь. Очина, очина, очина. То есть надо имя назвать его героем, да? Просто персонаж. У него может и не быть имени. Он может быть просто герой сказки? Без имени. Честно, я просто не учитала эти сказки. Ну что? А скажите, пожалуйста, вот из курсов школьные программы. Наверное, помните что-нибудь, Юль? Ну. Салтыков, щедрена, немножко. Что, сказки для детей помните? Ну, примерно, да. Ну, что изучали чаще всего и больше всего? Честно, вот, на самом деле. Не всплывает сознание никак. Ну, кто трудился на Руси? Кто трудился на Руси, да. Простой. Вот простого человека. Как же его называют? На Руде вот. Он богатырь, он не трудится. Он, понимаешь ли, границы нашей Родины. А он что делает? Синоним крестьянина. Грубый человек. Простой человек, грубый, да. Простой русский? Мужик. Браво! Юля, у вас есть замечательная возможность прочитать эту дивную историю про вас. Я прочитаю обязательно. Про вас. Хорошо. Так, спасибо, Юля. Немножко, конечно, мы долго примеряли эти маски, но вот теперь у нас будет возможность эти маски побыстрее снять и про все абсолютно поговорить. Итак, вот еще вопрос. Юле сложно было ответить, потому что практически не читала. А вот как вы думаете, к этому герою как относится его создатель? Кажется, с пренебрежением. С пренебрежением. У всех такая же позиция? Или есть... Мне кажется, он как раз в этой сказке выделял этого героя, и он в больших положительных ключах показан, а вы смеете как раз наоборот. Да, вот посмотрите, две противоположные точки зрения, и мы попробуем понять, так это или не так. Как относится к своему герою его создатель? Создатель, да. Посмотрим. Я думаю, мы посмотрим на это, потому что, как мне кажется, быть писателем-сатириком очень сложно. Вот если мы сейчас посмотрим внимательно за окно, что мы сможем увидеть? Ну, давайте, вот представим, мы посмотрели внимательно за окно, что мы видим? Небо. Небо, хорошо. И тогда, Ира, если вы видите небо, то вы писатель-сатирик? Романтик. Скорее всего, вы романтик, хорошо. Я не устроенная квартира. Ага. Достаточно остальной, я думаю, там, тип мужчины, который... Так. Вот он, этот самый мужик. Хорошо. Итак, писатель-сатирик это увидит, как думаете, или небо? Нет, на небо второе. Скорее всего, второе. И чаще всего, когда он будет смотреть на эту окружающую действительность, что он будет чаще всего видеть? Глаза его куда будут стремляться? На небо или на вот эти самые волшебные недостатки, которые... Скорее всего, да? Я думаю, что, скорее всего, именно на эти недостатки будет обращать внимание писатель-сатирик. И мне кажется, что очень сложно как раз-таки находиться вот в этом жизненном измерении. Бесконечно видеть только недостатки. Тяжело быть писателем-сатириком. Может быть, именно поэтому их так немного в кругу не только русских писателей, но и вообще мировых писателей. И мне хотелось бы, чтобы мы с вами сейчас об этих самых сказках, сатирических сказках Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина поговорили под определенным углом, попробовали этот самый угол обозначить. Мы, поскольку с вами сегодня совмещаем и сказку, и сатиру, должны быть очень наблюдательными, потому что мы должны наблюдать за этой жизнью, обращать внимание абсолютно на все, что нас окружает. Поэтому вашему вниманию я предлагаю вот то, что у вас на столах лежит. Раскладочки такие у каждого есть, да? Давайте только по очередности достаем первый листик, да? Первый листочек мы достали с вами. Как он называется, этот листочек? Заметки наблюдателя. Заметки наблюдателя. Хорошо. И начнем сейчас с вами наблюдать, заполнять эти самые заметки. Пожалуйста, возьмите в руки ручки. Есть у всех? Кому-то нужно? Хорошо. Давайте начнем. Первая заметка – это ваше имя и фамилия. То есть вы наблюдатель. Значит, предмет нашего разговора определен, вот каким он будет, посмотрите, сказки для детей изрядного возраста. Куда-то я делала марки. Сказки для детей изрядного возраста. Мне хотелось, чтобы мы с вами определили угол, да? Вот как мы будем говорить об этом самом предмете. И для этого, да, давайте посмотрим внимательно на эпиграф, который я к сегодняшнему уроку выбрала. Нашли, пожалуйста, слова Юрия Лебедева, русского литературного критика. Нашли? Давайте попробуем прочитать. Искусство сатиры драматично по своей внутренней природе. Это искусство не безобидное и опасное для самого художника. На протяжении всего творческого пути писатель-сатирик имеет дело с общественным злом, с человеческими пороками, которые держат в мучительном напряжении, утомляют и изматывают его душевные силы. Лишь очень стойкий и сильный человек может выдержать это каждодневное испытание и не ожесточиться, не утратить веры в жизнь, в ее красоту, добро и правду. Согласитесь, сложно сохранить веру в красоту, добру и правду жизни. Давайте мы сейчас возьмем еще в руки ручки и подчеркнем те слова, которые, на ваш взгляд, будут главными вот в этом эпиграфе. Какие слова, на ваш взгляд, будут главными? Ряд логический, который нам поможет тему урока выстроить. Есть такие слова? Так, есть, я вижу. Пожалуйста, Катя, Наташа, Наташа, прошу прощения, пожалуйста, что выделили? Искусство сатира, общественное зло и не утратить веры в жизнь и красоту, добро и правду. Так, хорошо, Катя, что у вас? Искусство драматично, опасно для самого художника, общественное зло, теоретические пороки, сильный человек может выдержать и не утратить веры. Так, хорошо, совпадение некоторое есть. Что у вас? Искусство сатира драматично, драматизм, искусство сатира, хорошо. Юля, что у вас? Не то же самое, что у Наташи, искусство сатира, зло, пороки, вера в жизнь. Ага, вот здесь, посмотрите, какой интересный ряд, да? Ряд антонимов получился. С одной стороны, что? Зло, пороки, а с другой стороны? Вера в жизнь. Вера в жизнь. Хорошо. Так, девочки, Света и Юля, так, пожалуйста, коллективное творчество. Давайте я вам предложу индивидуальную работу. Это не страшно. Пожалуйста. Искусство сатиры драматично. Это искусство небезобидное и опасное. Утомляют, изматывают. Очень стойкий, сильный человек. Не утратить веру в жизнь, ее красоту, добро и правду. Еще один раз рефреном, да, слова? Не утратить веры. Маша, пожалуйста, что у вас? Да, практически уже все озвучено. Искусство сатиры. Сильный человек. Не утратить веру в жизнь, ее красоту, добро и правду. Не помню. Вас зовут Антон. Пожалуйста, Антон. Искусство сатиры небезобидное и опасное. С общественным взлом, человеческими пороками. Очень стойкий и сильный человек. Каждодневное испытание. Не утратить веру в жизнь, красоту, добро и правду. Хорошо. Фильтр тяжело устанавливать. Так, Ира. Искусство сатиры драматично. Не ажесточиться. Не утратить веру в жизнь, ее красоту, добро и правду. И? Оля. Оля, пожалуйста. Писатель-сатирик имеет дело с общественным зломом, и лишь очень стойкий и сильный человек может выдержать это в каждой книге. Хорошо. Но вот как мне показалось, чаще всего звучали именно эти слова. Вера в жизнь, в красоту, еще раз, в красоту, добру и правду. Итак, вот как вы думаете, если мы формулировку такую предложим, вернемся к предыдущему слайду. Итак, сказки для детей из рядного возраста. Поставим тире и запишем следующее. Вера в человека. Возможен такой вариант? Да? Хорошо. Вера в человека. Итак, выделили главное вот в этом тезисе, да? Скажите, пожалуйста, чего не хватает в этой записи для того, чтобы наша тема получила окончательный смысл? Сказки для детей из рядного возраста, вера в человека. Чего не хватает? Что обычно заканчивает мысль, доводит ее до совершенства? Какой-то знак в конце предложения. Если мы... Хорошо. Если мы ставим восклицательный знак, тогда что мы говорим? Вера в человека. Да, мы утверждаем, что сказки для детей из рядного возраста – это вера в человека. Хорошо. Какой еще знак можно поставить? Многоточие. Можно поставить многоточие. Хорошо. И тогда, Наташа, что это будет означать? Вера в человека. Сомнение. Некое сомнение. А можно... Вопрос. Да, я увидела ваш жест. Да, и так, вопросительный знак. И тогда... Что это такое? Призыв к рассуждению разрушения. А почему? Призыв... Нет утверждения. Сомнения в том, что это так. Вера в человека? Да? Хорошо. Вот этот знак я вам предлагаю поставить только в конце сегодняшнего занятия. Давайте мы его оставим пока... Мы попробуем его закончить попозже. Итак, берем еще раз и дописываем в теме нашей. Увидели, стоит там знак тире. Да? Сказки для детей изрядного возраста. И продолжаем фразу. Вера в человека. Вера в человека. Знак поставим, помните, в конце сегодняшнего занятия. Задача сатирика, если вы помните, под увеличительным стеклом, то есть не просто показать, что вот здесь вот на стене, допустим, трещины, а чтобы обратить внимание на эти трещины, сатирик должен что сделать? Утрирован. Утрированно, выпукло, увеличить, да? То есть применить гиперболу. Просто буквально взять и вот это волшебное увеличительное стекло, сейчас я его попробую открыть. Вот, получилось, правда, не очень, но все-таки, да, я вижу, увеличивает. И очень серьезно. Вот это волшебное увеличительное стекло навести. Ну, на что будет наводить свое увеличительное стекло Салтыков-Щедрин? На стены в трещине в этих сказках? Как вы думаете, на что? Человеческие пороки. На пороки человеческие. Вот сегодня у нас с вами на уроке вот такой вот набор волшебных человеческих пороков. По заповедям я их озвучу, они у вас там тоже есть, видите, да? Итак, лень, ограниченность, гордыня, зависть, трусость, самовлюбленность, уныние, раболепие, чревоугодие, глупость, тщеславие, неверие и предательство. Грехи. Мы с вами попробуем вот на эти самые... Что там? Допишите, пожалуйста, неверие. А все остальное есть? И предательство. Предательство необходимо. Запишем, запишем, конечно же. А недели... У нас есть уникальная возможность провести эксперимент. Мы под углом современности, исключительно под углом современности, попробуем навести это самое увеличительное стекло на человеческие пороки и посмотреть, как Салтыков Щедрин для себя определял, вера это в человека или нет. Мы выбрали три произведения. Три произведения. «Премудрый пискарь», «Самоотверженный заяц» и «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокорнил». Три произведения. Предлагаю, вот нам сейчас, мы разбились на три группы, каждой группе определить, какой именно из набора этих пороков писатель в данном произведении увеличивает, показывает нам в гипертрофированном виде. И тоже для себя определить авторскую позицию. Тоже авторская позиция определена. Посмотрите, пожалуйста, что там у нас описано. Автор верит в нравственную природу, не верит и надеется на возрождение, но сомневается в возможности. Первое произведение, которое мы с вами разбираем. Подождите секундочку. Итак, смотрите, давайте мы договоримся. Так, мы разбились на группы. Первое у нас идет какое? Подождите, у вас первая «Повесть о том». Давайте вы будете «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Так, вы тогда будете «Зайцем», и вы у нас «Пискарь». Хорошо? Так, вот сейчас небольшая такая предварительная работа. Посмотрите, как вы думаете. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Думайте, там много интересного. У вас одна из самых интересных сказок. Наши. Нет, ну это не здесь. Только, конечно, в «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нет, это их нового статуса, как себя вести, но они не предоставляют. Это потому, что у нас предварительная работа, потому что мы не предварительные. Угу. Получается это предварительное сказание. А здесь мы тоже не дали. Все, хорошо. Мне кажется, давайте, такая первая волна обсуждений, давайте закончится. Итак, готовы? Приблизительно что-то определили для себя. Итак, но мы, конечно же, Михаилу Евграфовичу благодарны за сказки. Но сказки его продолжают читать наши современники. И не просто читать, но и предлагают свои интерпретации. Вашему вниманию сейчас я предлагаю современные интерпретации сказок Салтыкова «Щедрина». Это мультфильмы, снятые великими мультипликаторами. Фрагменты, небольшие фрагменты. Ваша задача. Вот по сказке уже, в принципе, поговорить. Глядя на тот фрагмент, который в вашей группе предлагается, выберите тот порог, который, на ваш взгляд, изображает. Изображает и Салтыков Щедрин, и современник. И прокомментируйте свой ответ. Ну и, конечно же, скажите о позиции автора. Так, итак, почему-то мы дальше не идем. Смотрим, не мать. Что, ваше происходительство, промыслили что-нибудь? Ну вот, нашел, стало много московских любопостей, и больше ничего. Теперь мы окажем в свой собственный сапог. Хороши тоже перчатки бывают, когда долго ношены. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Славь, красная зима, ведь, детка, мы друг друга съеди. Ну что, пожалуйста. Анатолий, я думаю, что может быть Катя, Наташа? Что выберем из этих пороков? Мне кажется, из того, что нам было показано, если брать этот кусочек, то это чревоугодие. В основном чревоугодие. У нас же маленький кусочек, а также. Хорошо. Здесь выбрали чревоугодие. А что еще вы увидели? Лень. Чью? Так, хорошо. А что еще могли бы назвать? Покорность рыболепия мужика. Так. Помните вопрос, который я задавала Юле, да? Как к вам относится автор? Положительный герой или отрицательный герой? Говорили о том, что была одна позиция. Нет, конечно же, нет. И вторая позиция. Исключительно положительный герой. Сочетаются эти качества? Нет. Нет. Почему нет? Вот посмотрите, что умеет делать хорошего мужик? Все умеет делать? Руками умеет делать все, да? Например, что он может сделать? Нет, прокормил. Да, причем в пригоршне. Лодку построил. Так, что еще сделал? А сеть для чего? Поймать. Хорошо. И рябчиков наловил, и рыбу поймал. А еще он что сплел? По окончании этого волшебного? Веревочку для того, чтобы себя привязать. Хорошо. Вот сказали о том, что и положительное, и отрицательное. Что высмеивает, как вы думаете, автор в этой сказке? Только ли глупость и ограниченность генералов? Тоже глупость и ограниченность? Он глупый? Покорность. Он привык, что лупость и рыболепие. И рыболепие тоже в некотором смысле. Если мы посмотрим внимательно на те слова, которые мужик произносит, посмотрите на тот словарь. У вас текст есть, да? Где у нас повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил. Какие слова произносит этот герой? Какие именно слова? Вообще, в принципе, он много говорит, мужик? Нет. Нет. А что он говорит? Что он говорит? Довольны ли вы, господа генералы? Ага, довольны ли вы, господа генералы? Что еще? Не позволите ли теперь отдохнуть? Хорошо. Дальше. Поесть непосредственно. Поесть непосредственно. Поесть непосредственно. Будьте покойны. Все, больше ничего. Исключительно. Больше ничего. Полная рыболепия. Хорошо. Полная рыболепия. Увидели пороки? Обозначили. Хорошо. Следующая история. Пожалуйста, давайте смотрим. Отмечаем позицию авторскую. Да, прошу прощения. Авторскую позицию. Самовлюбленность тоже. А самовлюбленность чья? Генералов. Генералов, конечно же. А мужика они нашли почему-то же вопрос очень интересный. Не потому что они ленились. Не может такого быть, чтобы не было мужика. Стоит поискать, обязательно найдем этого самого волшебного мужика. Хорошо. Позиция авторская. Как вы думаете, верит он нравственную природу человека в то, что мы посмотрим на эти пороки, обратим внимание на них, возьмем и справимся. Как вы думаете? Нет? Не верит? Нет. Я думаю, что третий ближе все равно. Да, но я тоже как-то надеяться. Надеяться на возрождение. Хорошо. Отмечаем. Давайте посмотрим сейчас сюжет. Еще одна история. Я думаю, что мы попробуем в комплексе, конечно же, поговорить. Так, еще одна история. Ну вот, подише. Заяц, как свою зайчику любит. Стойка! 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 Молодец! Стой! Пол капанул! Пол капанул! Стой! Я буду! А откуда вопрос-то в глазах зайца? Я? Пожалуйста. Вы кто по зайцу работали? Мы считаем, что зайц русский. По корму. Раз он прибежал обратно, за своим правилам. Как это получается? Свояком. За свояком прибежал. А в чем, может быть, еще какой-то порог увидите, кроме покорства? Трусость. Трусость. Почему? Ну, вы в тексте говорите, что волк не особо усердствовал в охране зайца. Заяц, когда смотрел на его логово, гораздо больше боялся, да, чем видел какую-то реальную опасность. При этом ему никто не помешал, ну, ему никто не мешал убежать, но он это не сделал. Скажите, пожалуйста, это трусость? Ну, то есть, может быть. Угу. Такая некая ограниченность. А вот, знаете, позвольте мне не согласиться с тем, что в данном случае наш зайц трус. Может быть, из тех, кто читал, расскажите, пожалуйста, какие там есть примеры того, что зайц действительно настоящий герой? Нет, да, конечно, когда он бежал, он всевозможные препятствия преодолел, и туда, и обратно. Угу. А какие там были препятствия? И войну, и пожары, и сок, и дрожки все избитые. Но главное, дошел, да? Вышел с запасом в три часа для того, чтобы прийти и быть съеденным. Хорошо. Значит, что назвали еще раз, какие пороки? Порок. Трусость. Трусость назвали? Обозначим трусость? Вот для меня сомнения все-таки в отношении трус. Глупость, наверное, ограниченность какая-то, покорность. А уныние? Уныние. Как вы думаете, есть уныние у зайца? Ну, я была счастлива, он все отлично делает, он все правильно. Мне кажется, что он даже удовольствие получал от этого процесса, потому что думал о том, что... Это такая гордыня, может? Нет, это так было. Вот про гордыню, как таковой, вот, наверное, скорее всего, еще, наверное, не дорос он. Но приятно было, когда все родственники что сказали ему, когда он сказал, что вернется? Родственники. Слово держит. Слово держишь, на смерть идешь. Молодец. И финал сказки здесь тоже замечательный. Он меня просто вдохновляет. Что там, как сказочка заканчивается, не помню. Я помилую, пущу, и волк, говорю. Да, сидите до поры до времени, волк, а потом, впоследствии, я вас ха-ха помилую. Ха-ха помилую, да? Тоже интересный персонаж. С одной стороны, зайца, с другой стороны, есть и волк, который берет и так манипулирует сознанием вот этого персонажа. Волчата привлекли, которые зубами... А что они делали? Ну, они играли с добычей. То есть, им пример показан, как себя вести. Но и Ира, Ира замечательная мама, поэтому, конечно, здесь образ деток. Я просто не представила, как их воспитывают. Мне стало немножко их жалко, потому что они в таких условиях воспитываются. И еще съедят. Обязательно съедят. Немножко поиграет, но съедят. Скажите, пожалуйста, пороки определили? Автор что? Верит, не верит, сомневается? Грустно все? Или все-таки, может быть... Ну, надеюсь, это... Ну, здесь тоже вот конец, он вроде как, может быть, помилует. То есть, не съел. Не съел. Сказка не закончилась на этом. Значит, наверное, третья. Да, давайте, наверное, подчеркнем, выберем. Определили точно для себя эту позицию? Хорошо. Третья позиция. Ну, третья группа у нас работает. Набор пороков перед вами. Есть такие выразительные. У вас есть там и поменьше пороки. Так, давайте посмотрим. Третий фрагмент. Мы должны были оставлять себе их, да? Да, свои пороки. Да, свои пороки нужно было оставлять. Ну, ау, ау, куда-то нажалось. Куда нажалось? Ну, вернись. Так и прожил он слишком сто лет ни друзей, ни родных, ни он к кому, ни к нему. То, а Пискаль раскидывал свой ум, которого у него была палата, и думал, слава Богу, я своей смертью помираю, так же, как умерли мать и отец, и привиделся ему последний сон. Третий фрагмент. — Незаметную, примудрую жизнь, — сказал Щекк. И долго еще звучали эти ее слова в ушах Пискалья. Такие были у него радости, того он утешит, кому добрый совет подал, кому доброе слово сказал, кто о его существовании вспомнил. Страшная история Мне кажется, она одна из самых мудрых сказок Салтыкова ущедрена Пискарь, премудрый Пожалуйста, работали с этой сказкой Что выбрали? Трусость Трусость Почему? Боялся, боялся Жизнь готовит Есть уныние А в чем уныние? В конце его жрело Что никому не нужно Что его существование не вспомнили И всегда это было так грустно? Или он все-таки получал удовольствие от этого? Он получал удовольствие от того, что он всех обманул Через них и приятности Потому что он все-таки столько лет прожил Он получал от этого Вот здесь кадры, да? Помните? В конце Что там у щука надевает? Он у него медаль какой-то Ага, а за что? За незаметную жизнь За незаметную жизнь Еще грех какой здесь может всплыть? Гордыня Гордыня Однозначно Для меня однозначно гордыня Потому что действительно Жизнь построена вот на этом волшебном Подсознательный момент Семьи происходит Так-то у него сомнения Под конец жизни все равно появился Правильно ли он прожил? У него ни семьи, никого И самосущность пискарьего рода Как бы уходит Потому что нет потомства И пискари не должны жить в норках Пискари должны жить на просторе Пискари как оправдание образа жизни Какая-то попытка придать смысл А скажите, пожалуйста Все пискари живут так, как этот Замечательный премудрый пискарь Наверное, он и жил только один Он уникальный Из ряда вон выходящий Изрядный У него детство было О какой у него? Ему рассказали историю Кто рассказал историю? Дедушка, по-моему Нет, кто там? Отец Про что было? Его сетями поймали И в уху хотели отбросить То есть на него это призвало Очень большое впечатление И он решил, что он не будет жить, как все И решил все сделать Домик там, где копал себе год В общем, он всех обманывал Там, если щуки говорили Вот как он здесь живет премудрый пискарь Он не понимал, что это его так Руманивает из норки Оставался там Вот Но я вот здесь еще отметил покорность А покорность чему? Он выбрал свою судьбу и ей покорился Может, так да Это замечательное качество последовательности? Верность к слову? Я не знаю, вот мне кажется Скорее перед собственными страхами Похоже Ну вот мне кажется Прямо не перед собственным А страхом, который создал отец А отец Скажите, пожалуйста Вот когда он рассказывал Он уже бесконечно рассказывал эту историю, да? Про уху? Бесконечно рассказывал эту историю Он выглядел каким? Отец Счастливым Почему? Потому что он цел остался Только потому, что цел остался? Это как у всех мужчин Они говорили что-то И начинают рассказывать Каждый раз обрастает новыми Подробностями Но у него есть опыт Опыт жизни Опыт, которого, в принципе, лишен Полностью лишен Страшно жить дальше Уже как Как живется И на какие-то другие приключения Идти Потому что у тебя уже За плечами что-то было Такое страшное Ты уже это пережил И можно дальше жить А его сын Он У него это Психонеческая трава Хорошо Так, значит Что выбираем? Еще раз Проговариваем Трусость Согласны? Все выбираем Хорошо, еще Я вот покорность Глупость Глупость А вот ограниченность Можно сказать и глупость? Он очень изобретателем Он кто? У нас какой песок? Он премудрый Да, он норку выкопал От щуки спрятался От рака ушел Глупость Глупость уныния и гордыня Глупость не в смысле Ограниченности ума А в смысле примитивности Выбранного пути По которому идет наш герой Согласны с этим? Нет? Гордыню берем? Включаем? Обязательно Хорошо Включим Включим Обязательно Скажите, пожалуйста, позиция авторская? Здесь сложно Мне кажется, что он третья Надеется на возрождение Но сомневаюсь с возможностью Потому что Опять же, в конце он же задумался Попробовать жизнь Сомнения появились Да Сомнения появились То есть, это так прям Ради чего? Мне кажется, он бы его не угомол тогда Почему не угомол? Если бы все-таки верил в его природу То есть, остался бы жив Пискарик? А скажите, пожалуйста А задача-то какая у писателя? Сделать счастливым своего героя? Нет, просто если есть надежда То есть пространство для ее реализации Но у Пискаря уже нет этого пространства У двух генералов оно было У Зайца оно было Потому что по миру Пока что не сли Здесь более грустный финал Ограниченный, да? То есть, нам остается только скорбеть О том, что произошло с этим героем За смертью, ну разное Можно положить карту на своей смертью Желательно, конечно Чтобы не щука там смерть Да, там ведь финал-то интересный Да, что произошло с Пискарем? Уже замечтался, кажется, как там И вывезли на руки Он исчез Исчез И что с ним произошло на самом деле? Мы не знаем Либо щука съела, и тогда он глуп Либо Все это от старости Да, это самое Наиболее благоприятное исход А вот здесь финал какой? Скажите, пожалуйста Вот здесь В интерпретации нашего современника Он какой этот финал? Что там у нас? Вот образ этих часов Вечность Безвремени Вот вечность или безвремени? Безвремени И Салтыков-Щедеринта В принципе об этом говорит Знают его современники Другие Пискари Говорят о нем как о герое Как когда-то об отце Который попал в ухо Да, вот здесь спорный момент Здесь, пожалуйста, каждый сам Решите для себя Что делает автор Либо ограничивает пространство Жизненное пространство своего героя И не верит уже Либо все-таки дает такую возможность Определите, пожалуйста, сами Скажите, пожалуйста Мы начали нашу с вами встречу С масок, да? Вот эти самые животные персонажи Они постепенно в героях Салтыковских сказок Практически прирастают К человеческим качествам И все меньше и меньше В них человеческого Больше вот такого животного Достаточно примитивного Скажите, пожалуйста А есть у Салтыкова еще дрина сказки В которых герои не живут? Рождественская сказка Да, рождественская сказка И такие есть И еще, да? Помните, Христова ночь замечательная Вот рождественская сказка Она, на ваш взгляд, продолжает Вот эту историю о человеческих пороках? Или как-то стоит особняком? Как вы считаете? И особняком, и продолжает И продолжает, и стоит особняком Другая Она другая Вот давайте немножко Об этой самой другой сказке Попробуем поговорить Да? Значит Скажите, пожалуйста Сюжет этой истории какой? Она сказка Да? Посмотрите Нам автор Буквально говорит о том Что перед нами действительно сказка Она про что эта сказка? Про реальную жизнь Про мальчика Сережи Про мальчика Сережи И про реальную жизнь Но она ведь сказка Какой сюжет у этой истории? Что там происходит? Очень грустная Очень грустная история Прослушал Просто ведь Загорелся идеей Жить по правде Заболел этой идеей Его никто, наверное, не понял Взрослых не поддержал Мальчик заболел И умер Но вот если идти Большими штрихами отмечать Да, действительно это так и происходило Скажите, пожалуйста От кого услышал впервые О правде Сережа Мальчик Сережа Давайте откроем тексты Тексты есть у всех Откроем тексты Поработаем немножко с ними На уроке литературы По-другому быть не может Скажите, пожалуйста Что главное, на ваш взгляд О правде говорит Отец Павел Посмотрите на Финал его проповеди Проповедь о правде Рождественская проповедь Замечательная проповедь Найдем ее Ну, нашли Так, пожалуйста Итак, будем любить Бога Друг другу Таков смысл Человеческой правды Угу Читаем Правда встанется И будет согревать Сердца людей Так, хорошо Еще Еще найдите, пожалуйста Слова Угу Во все дни, часы и минуты Присутствуют посреди вас Она представляет собой Тот священный огонь Который освещает Согревает человеческое существование Угу Прежде всего Люби Бога А затем Люби Брежного Как самого себя Люби Бога Вот, замечательная заповедь Да Да, замечательная заповедь Замечательная мудрость Сережа Практически Больше всех в церкви Заболел Этой самой Правдой Скажите, пожалуйста Что решает Сережа? Жить по правде Жить по правде Хорошо Все понимают Что это означает Жить по правде? Я думаю, что Он не понимает Он не понимает? А давайте разберемся Так это или нет Он идеально к этому подошел Он идеально к этому подошел Вот скажите, пожалуйста Кому он приходит Вот с этим своим решением Жить по правде К маме Хорошо Давайте посмотрим К маме он пришел Что он маме говорит? Лимончик по правде жить хочу Угу Так Мама ему что говорит? Скажите, иначе не могут жить Что ты и так живешь по правде Угу Угу Хорошо А в чем тогда конфликт? Ведь эта ситуация не закончится Легко и непринужденно В этой ситуации обязательно будет конфликт Почему? Откуда берется конфликт? Он сам понимает, что он неправильно Ну, с его точки зрения неправильно поступил Когда видел ситуацию Как продавали там корову у крестьянина Да, он решил, что он живет не по правде Потому что по правде было бы как? Ну, чтобы он как-то помог этому крестьянину Угу Защитил его и корова осталась у него Угу Не по правде, если у бедного отнимают последнее Хорошо Какую правду ему предлагает мама? По какой правде жить? Законная Какая-то? Угу Правда по закону Найдите, пожалуйста Угу Если закон такой есть, и все должны закон исполнить Да, это закон Жить по закону Хорошо Кому еще приходит с желанием жить по правде, Сережа? К няне К няне Так, пожалуйста Няня ему что предлагает? Ой, Наташа, простите Наташа, пожалуйста Угу В бой за правду идти всякий должен Угу И все идут в бой за правду Они поддерживают Сережу в этом решении? Живи по правде Нет? А что они ему предлагают? Успокоиться, но говорят, что нереально в нашей жизни Прям вот по правде жить Оглядывающись надо Жить по правде, оглядываясь надо Как это так? Жить по правде и оглядываясь? Значит, с оговорочками С какими такими? А какие поправки? Вот какая такая поправочка? Была на закон поправка? А здесь на что поправка? Когда он разговаривает с няней и ее сыном? Ну, несословность То есть на устройство На общественный порядок Не на закон, а на общественный порядок Нельзя за одним столом Господам и их слугам находиться Хорошо Скажите, пожалуйста, третий раз кому приходит? Сережа Как раз к батюшке Батюшка к ним обедать пришел И как раз Вот тот самый батюшка, от кого он и услышал Об этой самой правде Хорошо И что? Ему говорит Вот там мама говорила Я говорила То, что о правде как раз в церкви принято говорить Это на той и везде То есть существует правда для церкви? И правда в жизни Ага, хорошо Они различны? Ну, вроде как, в идеале должны быть Одним Но получается, что это разные вещи И как раз батюшка ему то же самое говорит И мне кажется, Сережа вот в этот момент и понимает, что Заболевает Заболевает Оказывается, есть правда отдельная для жизни И есть настоящая правда Та, которая возможна только в церкви Так это или нет? Для Слатыкова Щедрина совместима правда и жизнь совместима? Нет, поэтому он убивает мальчиками Не знаю Вот я хочу у вас спросить Давайте-ка мы все сейчас попробуем Сережа заболел от того, что правды нет в этой жизни Оказывается, существует какая-то иная правда Давайте посмотрим сейчас все на финальную сцену Вот от чего он умирает Финальную сцену открываем Лечат его все, кто только может лечат И ничего не помогает Сережа Наконец он успокоился Найдем финальную сцену Вот отсюда К ночи началась агония Восемь часов вечера взошел полный месяц И так как гардина на окнах по оплошности не были спущены То на стене образовалось большое светлое пятно Сережа приподнялся и потянул к нему руки Мама лепетала, смотри, весь в белом Это Христос, это правда За ним, к нему Он опрокинулся на подушку, по-детски всхлипнул И умер Правда мелькнула перед ним и наполнила его Существу блаженством Но неокрепшее сердце утрака Не выдержало наплыва и разорвалось Скажите, пожалуйста Салтыковщий длин нам действительно говорит, что нет правды в жизни Как вы считаете? По идее есть, раз он говорит Что там увидел? Что он увидел? Христос, верная вера в Бога, может быть, и есть правда То есть мальчик это увидел при жизни, значит, правда в жизни есть Вот давайте я предлагаю вам сейчас также продолжить работу в группах У нас три позиции есть У вас есть листочки? Нашли, да? Ваши листочки? Три позиции Попробуем их оформить Итак Автор верит Автор сомневается Автор не верит Попробуем поработать следующим образом У вас автор верит Ищите, пожалуйста, доказательства вот в том фрагменте, который мы сейчас с вами брали У вас позиция автор не верит Ищем доказательства Ваша позиция автор верит, надеется, но сомневается Попробуем сейчас поискать аргументы Можно вообще в сказке, но в принципе в финале уже достаточно много Может быть тот финал, который мы оговорили, нам его хватит для этой работы Попробуйте Задача ясна? Нет? По тексту Прям буквально по тексту немножко Попробуйте Мы сможем найти аргументы? Попробуйте найти аргументы для своей позиции Ну, давайте, я думаю, что основное обсуждение закончилось Да? Наверное, готовы? Давайте начнем, пожалуйста Первая позиция Мы работаем с нашими заметками Помните, у нас есть заметки наблюдателей Итак, рождественская сказка Сказка про правду Сказка о мальчике Сереже, который почему-то в финале умирает И вот по Юлиной концепции Так это или не так, посмотрим Так, ну что, пожалуйста, первая позиция Автор верит в человека Автор верит в человека Пожалуйста Нашли аргументы в том фрагменте, который мы читали Зачитывали Катюш, попробуйте Да Ну, во-первых, мы нашли в сказке пример того, что люди все-таки хотели жить по правде Значит, не он один, не один это Сережа То есть есть все-таки, да, те, кто жил по правде в сказке Это кто такие? Что там за герои? Помните? Кто-то там о них рассказывает Сереже? Кто рассказывает Сереже? А те, кто все-таки уже живет по правде Не один Сережа, оказывается, да Сережа уже кто-то пробовал А что о нем говорят? Хорошо о нем говорят или осуждают? Отец имени родов, а сын ни при чем остался Ага Это бы спросить, хороша ли отцовская правда Ага Григорий Хорошо, хотя всем поступил по правде Сережа говорит, а сын разве не понял, что отец? То-то, что не слишком он это понял А тоже пытался попать Он же говорит, а в полк меня определил, коли мне теперь содержать себя нечем Так, хорошо, еще одна условность Итак Мартын есть еще не Есть Мартын, который тоже раздал Но беда случилась, условность, паспорт забыл А так было бы А так тоже был достойный пример правды Ну и самое, наверное, главное, что концерт-то правда все-таки является Как является правда, Сережа? Найдите, пожалуйста, доказательства Правда мертвого перед ним и напоила его существо блаженства Блаженство Да? И умер он огорченный, посмотрите? Нет Нет, он умер счастливый от того, что с чем столкнулся? С правдой С правдой Да? Все-таки есть вера в человека, аргумент нашли Хорошо Ваша позиция? Другая Мы объясняем, что автор не имеет возможности И если говорить про явление правды, да, про то, как она проникнула Нам кажется, что не зря автор под этим подвел вполне такое формалистское объяснение А в чем оно заключается? Ну, это просто свет луны на стене Потому что забыли, что сделать Задернуть шторы Забыли И оказалось, что на самом деле это просто игра воображения Никакого Христа Никакого Создателя Мальчик Сережа не увидел Да? Это вот тот самый волшебный обман Ну, а финал-то на самом деле какой? Тут от блаженства напоен Но на самом-то деле что с Сережей происходит? Предсмертный огонь Умирает Финал-то какой? Умер человек от того, что столкнулся с жизнью Умер человек от этого Верит, нет? Идеализировалась все время Хорошо, аргумент нашли Своей позиции Нашли? Хорошо Убедительно достаточно, мне кажется Так, ваша позиция Извините, вот так вот выбор на вас пал Верит Надеется, но сомневается Он как раз в этом области верит, но сомневается Образ правды есть И это доказательство возможности существования по правде Жить по правде Но в финале смерти Поэтому возникает сомнение Тем более, если ребенок не способен Как его зарядка взрослая, ребенок живет вообще по правде Он по-другому не может Я считаю, что ребенок не может жить по правде И он от нее умирает Но как бы не то, что от нее От чего он умирает? Вот тоже любопытно Осознание Осознание, да Несовместимости правды в его представлении В общем-то В том, как она должна Ну, в идеале ее И с тем, как каждый пытается ее под себя Ну, подмять немного То есть, исказить в свой поле Добавить условностей За счет того, что люди Несовершенны по своей природе Вот они какие Тут целый набор дивных качеств Как раз то, что его и подламывает Это предательство батюшки, в общем-то Конец То есть, те слова, которые он от него услышал Который зародил ему эту идею Который поверил Да, в которую он поверил И благодаря которому он этим загорелся В конечном итоге батюшку берет И всю эту большую, широкую, добрую правду Сводит к маленькой такой Практической правдочке Да, ты там, люби маму Все просто Вырастешь, пойдешь в школу А как же так? А как с этими С несправедливостью Помочь всем на свете? Говорили же о чем? Да, о том, что Правда в чем заключается? Были замечательные слова Проговорены Люби Бога и люби ближнего Люби Бога и люби ближнего Все, больше ничего Больше ничего Кроме этой правды не существует Третья позиция Скажите, пожалуйста Вот Ваше представление о том Как писатель-сатирик Смотрит на этот мир И на человека И что он увидит? Оно как-то в процессе Сегодняшнего занятия Изменилось? Нет? Осталось прежним? Нет, вера есть Вера есть Да Любящего И жалеющего Немощного Поскольку обременены Вот эти все Замечательно Потому что Под финал Мне, конечно же Хотелось бы Ну, все это Бринно Привести вам Слова самого Михаила Евграфовича Салтыкова Человеческая Человеческая Никогда Окончательно Не погибала Но и под пеплом Который Временно Засыпала его Генская Продолжает гореть И впредь Оно не погибнет И не перестанет гореть Никогда Необходимо Только одно Осветить Сердца И умы Сознанием Вот Как мне кажется С этой самой задачей Пытался Да Справиться Михаил Евграфович Когда под конец Своей жизни Будучи уже Очень опытным Умудренным Человеком Предложил Широкому Кругу Читателей Не Громоздкий Том Да Такой Как например Пампадур И Пападуши Или История Одного Города Серьезная Книжка А предложил Книжечку Которую Назвал Сказками Для детей Изрядного Возраста Для того Чтобы На простых Исключительно На простых Сюжетах На простых Текстах Но Понятных Каждому Все-таки Вот эту Позицию Свою Позицию Выразить И Пробудить В каждом Из нас Человек Мне хотелось Чтобы Вы продолжили Вынимать То что есть У вас Ваших Раздаточках Есть Три Волшебных Знака Которых Которых Шла Речь В самом Начале Урока Что мы Поставим Как вы Думаете Поднимите Пожалуйста Тот Знак Который Как вам Кажется Стоит Поставить В конце Вот так У всех Без исключений У никого Даже Сомнения Все-таки Поправочка Есть На те самые Условности Как и у него Да То есть Вот такой Вариант Вот с такими С тем самым Знаком Который Многие Называют Троеточие С многоточием Да А вот Такое Поставим Нет Все-таки Верит Исключительно Да И Заставляет Нас Увидя Обнаружив Себе Эти самые Пороки Веру Все-таки Воскресить Себе Знаки Не убирайте Со знаками Продолжим А ваше Представление О создателе Этих Сказок Оно Каким-то Образом Тоже Подкорректировалось Или нет Вам Близка Его позиция Может быть Вы не поняли Не приняли Или Вам кажется Есть о чем подумать Над этой фигурой Человек Который Всей своей жизнью Показывал То что он служит Человечеству И человеку В частности Потому что Никто из русских писателей Так как Салтыков Щедрин Не знал Российскую Действительность Чиновничью Действительность Два Вице-губернаторства Три Раза Занимал Должность Председателя Казенной палаты Представьте себе Пожалуйста Да То есть он знал Этот чиновничий мир Буквально Что называется Попал Да Абсолютно Изнутри Знал Замечательно Этот мир И боролся Почему Потому что В должности Его вице-губернатора Больше чем год Не продержался Почему Как вы думаете Потому что Он не выдержал Нет Он собирался Так его Сместили А почему Сместили Он не обличал Он просто Служил А почему Он пытался Чем Пытался По правде Не получилось Корректировочка Некоторая Получилась Да Скажите Пожалуйста От своей Вот этой Замечательной Идеи Исправить Человеческие Пороки Не отказался Да Была теория Малых дел Но по другому Как Каким образом Конечно же И поэтому Появляется В его судьбе Журнал Современник Поэтому Появляются Отечественные Записки Которые стали Главным делом Жизни И появляется Вот эта самая Простая Книжечка Простая В глубочном Издании Которую читали Практически Все Без исключения Тяжело Прочитать Такую книжку Скажите Большой Толст Вот к сегодняшнему Занятию Легко было Подготовиться Достаточно Легко Я думаю Что немного Времени Потратили И все было Понятно И доходчиво Я имею ввиду Тексты Михаила Евграфовича Салтыкова Щедрина Итак Давайте по поводу Автора Итак Вам близка Его позиция Если близка То вы поднимаете Восклицательный знак Если не поняли И не приняли Его позицию Выпросительный А если есть О чем подумать Ноготочие Попробуй Есть всегда О чем подумать Всегда есть Любимый знак Хорошо Хорошо Ну и наконец Не забудем тоже Оценить Свою работу Потому что Я надеюсь Что меня было Не очень много На сегодняшнем занятии Потому что Мне как учитель Нет Мне как учителю Хочется конечно же Больше молчать И слушать Скажите пожалуйста Вот свою работу На сегодняшнем занятии Как бы вы Свою позицию Как бы оценили Как активную Это восклицательный Осталось много Много вопросов Это будет вопросительный знак То есть ничего не поняли И есть над чем подумать Многоточие Что выбираем Практически у всех Да Многоточие Хорошо Но жизнь нам бесконечно Будет предлагать Такого рода Задачи Я думаю Что у всех У нас будет Бесконечная Возможность Подумать Принять решение И когда мы будем Принимать решение Давайте Не забывать Об этой замечательной фигуре Михаил Евграф Вячеслав Такого щедрения Который Написал Такое письмо Вот оно Адресовано вам Нашли его Письмо для вас Письмо Вице-губернатора Итак Ты лучший Из лучших Ты избраннейший Из избранных Кому же протянешь ты руку Кому обратишь Жаждущую Сочувствие Мысль Тяжела Тяжела должна быть Для тебя жизнь Жизнь не составляет Иго только Под одним условием А именно Когда ее работу Сопровождает Успех Успех не только Дает силу И бодрость мысли Но и помогает Идти вперед И развиваться Без помощи успеха Мысль незаметно Дичает и делается Ничтожная Вряд ли он возможен Для тех Кто не принимает Законности Ни прихоти Ни невежества Ни злодеяния толпы И я нисколько Не удивлюсь Если ты Взвесив Всю безотрадность Пути предстоящего Тебе в будущем Закроешь лицо Руками И содрогнешься Я не удивлюсь Даже если ты Проникнешься робостью И сделаешь попытку Сбежать с поля сражения Но ты не побежишь Потому что И над твоим существованием Тяготеет Роковая сила Заранее начертавшая Путь По которому тебе Предстоит идти Над тобой тяготеет Масса выработанных Тобой И глубоко Опустивших корни убеждений Ты согласишься Лучше принять Грудью Неотразимый удар судьбы Нежели Обеславить По стыдным бегствам Те верования Которым ты служишь Мне очень приятно Видеть вас Человека С широкими Непреклонными убеждениями Я вам сочувствую И не только с удовольствием Но даже С учащенным биением сердца Прислушиваюсь к речам Горячим потокам Льющимся из уст ваших Но оставьте же Меня наслаждаться Этим сладким биением Сердца В спокойствии Не тормошите Не огорчайте меня Не отрывайте меня Так насильственно И грубо от раковины Которые я с таким удобством Обмял себе место И волею или неволею С болью в сердце И быть может С проклятием на устах Но ты должен будешь Согласиться Что я действительно не могу И не могу Не потому что я был Нравственно растлен А потому что я имею На жизнь Тот естественный Законный взгляд В силу которого Она является Не суровым Аскетичным подвигом Но наслаждением Кому же подашь ты руку свою На ком остановится Скорбящая мысль твоя Пожалуйста Не забывайте Этого гениального человека Когда будете Вынимать решение Спасибо большое за урок Спасибо вам Все Записаться на ближайшую лекцию Летней школы Можно в группе Канала ТВ-центр Саратов Вконтакте Самые интересные Цитаты наших лекций Каждый день В эфире канала История Литература Русский язык География Математика И физика Подтягиваем Среднее образование Чтобы поддержать Высшее Реализовать Вашу тягу К знаниям Поможет Школа бизнеса Диполь Бизнес-образование Тренинги Иностранные языки Онлайн-семинары А также Бюро переводов Диполь Успешен тот Кто учится